всем привет это новое видео и в нем вы увидите мой прогресс за 7 месяцев это уже третья часть с моим прогрессом первая часть была за три месяца вторая за пять месяцев и вот третья часть за 7 месяцев и здесь я буду показать уже те трюки которые я выучил за шестой седьмой месяц а те трюки то я выучил за три за пять месяцев вы можете увидеть на моем канале если перейдете так ну и первый трюк который я выучил это был ниндзя дроп сначала я выучил его небольшой скат но потом вот уже вот с этого квоттера который я делал на на озере да Далее я решил вспомнить 180, я его уже учил до снега, до зимы, но не очень хорошо выучил и не застабилил, поэтому решил выучить еще 180. И понемногу получалось, ну конечно так себе тоже, потому что кроме как в гараже делать больше негде было, а там места мало и поэтому не очень хорошо у меня получалось. Но сейчас уже когда снег растаял, я его еще лучше выучил на асфальте и теперь я делаю его почти стабильно и хорошо. Сразу после 180 я решил вспомнить и выучить 0 и 180, так как я уже учил его до снега тоже как 180, но не успел застабилил и можно сказать забыл, поэтому решил заново вспомнить. Но опять же не очень хорошо у меня получалось, потому что в гараже мало места, а больше катать негде. Ну и кое-как я все-таки его выучил, вспомнил понемногу и сделал. Далее я решил для разнообразия выучить оппозит фейки. Я фейки уже научился, делал его стабильно, поэтому решил сделать и оппозит. И получается я выхожу в левую сторону, в свою, а оппозит для меня это вправую, как вы можете видеть на видео. Ну и в принципе, поначалу не очень получалось, не мог понять, как вообще выходить, потому что это другая сторона. Но потом кое-как что-то понял, что-то разобрал и в итоге смог сделать. Далее я не знал, что серьезного такого выучить на BMX. Все потому что зима, скользкая, куча снега и в принципе выучить такого ничего не выучишь. Поэтому я решил такой вот интересный и простой трюк выучить, это езда азотом наперед. И это вообще легко и главное, что интересно. Я теперь так часто езжу по аллеям и довольно-таки легкий трюк. Так что новичкам, если кто не знает, что учить, то это самое то. Далее я вспомнил про такой трюк, как кроссфуд. Сразу же захотел его выучить, это вообще простой легкий трюк. Главное понять, как переставлять ноги. Я так поначалу вообще не мог этого понять, куда, как, что делать. У меня ноги заплетались между собой, между велосипедом. Но потом в итоге я разобрался потихоньку. И сейчас тоже делаю стабильно, хорошо. И это очень красиво и интересно. Так что новичкам тоже очень подойдет. Ну и после того, как я его сразу выучил, я решил что-нибудь сделать вместе с ним. И придумал вот кроссфуд на слайдбар. Ну потому что я, в принципе, зимой ничего другого сделать не мог с ним. А слайдбар или чекенбар я делаю стабильно, поэтому вот решил сделать слайдбар. Далее я решил выучить крэнкфлип. Это тоже был такой интересный трюк. И я очень хотел его выучить. Но не понимал, как закручивать педали. Как-то было сложно. Они то закручиваются, то не закручиваются, то наполовину перекручиваются. То, короче, непонятно. Ну, как-то еле-еле я все-таки выучил. Сначала вот без баника, просто на земле. Но потом уже и перешел делать с банихопа. И, в принципе, там за полчаса где-то я его выучил. Тоже очень красивый такой интересный трюк. Ну, как новичкам подойдет, но не прям сразу. Надо сначала прикататься, понять что-то как. Но, когда снег и местами уже растаял, я решил выйти в стрит. На небольшой спот, вот где есть такой дроп. И те трюки, которые я уже умею, решил выучить в дроп. И вот, вы можете видеть, я решил выучить чикенбар. Потому что, ну, я его делаю стабильно, на плоскочей. И, в принципе, в дроп тоже смог выучить, в принципе, легко. Сначала маленький, потом побольше. Далее я выучил ванфуд. Тоже, в принципе, просто и легко. Потому что я его делаю тоже стабильно. Ну, а дальше решил еще и выучить ноуфуд. Это было сначала для меня страшновато. Но потом, в принципе, я привык и выучил. И сейчас тоже мне очень нравится трюк. Очень красивый, прямо интересный. Я его делаю. Далее я решил также выучить ванхенд. Вот этот трюк, конечно, было вообще страшно делать. Потому что я не люблю трюки, где нужно впускать руки. Но все-таки я его выучил. Затем я выучил и 180 дроп. Это тоже не так сложно было, на самом деле. Даже легче, чем на плоскоче. И, в принципе, сейчас я тоже люблю это делать. Этот трюк. Ну, и получается пока не совсем стабильно. Но хорошо получается. Ну, и на этом все. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. Пишите комментарии. Ставьте лайки. Ну, и всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok